стрелочки показано где находится арабские эмираты и там где-то находится дубай это микроскопическое государство окруженная средними большими государствами и еще более крупными и мы видим вот российской федерации которая доминирует на этой карте и что собственно остается малой стране чтобы выжить в этом море уже сложив всем мощных империи и республик демократии дружить сотрудничать вот единственный путь правильный который приняло руководство этой страны в лице и шейха и последующим другого руководства важно что путь не конфронтация не война а сотрудничество которое шаг за шагом привела к тому успеху который мы дальше с вами посмотрим как этот успех развивался и так смотрим 71 год только только прошла революция только освободились от господства британцев ну так дружно освободились посмотрите к этому моменту уже обнаружили нефть уже начал двигаться бизнес и после первых шагов уже в пустыне появляется справа видите международный торговый центр то есть еще никакой застройки нету есть только дороги и небоскреб первый небоскреб не арабских эмиратах международный торговый центр проходит 10 лет и мир открывать для себя эмираты как центр туризма туризм начинает активно развиваться развиваться гостиничный бизнес development и в эмиратах строить самая дорогая гостиница самые высотные здания в то время в эмиратах сама дорогая гостиница до сих пор остается так кстати принимал путина и шейх эмиратов еще проходит 10 лет дубай не останавливается на достигнутом не останавливается на том что их признали как туристский развлекательный центр они хотят быть первым в мире первом мире по градостроительной политике по экологической политике по экономическому развитию по смарт умному по умным технологиям и так далее и тому подобное как это все происходит почему так быстро ставится задача и так быстро выполняется с начала что узнавать основания страны доля нефти в ввп снизилась 57 процентов до 5 то есть то чем мы мечтаем о слезть с нефтяной иглы как-то успешно это все прошло и собственно в этом очень тяжелом ландшафте которым ничего не растет вот собственно возник город с населением 27 миллиона где в общем-то 18 процентов составляет граждане этого города так называемой эмирации остальное эмигранты и о них не боятся что из-за страны страндаку в чем собственно успех интересный успех мы больше говорим о рыночной экономике о демократическом устройстве как составляющих успеха в данном случае мы имеем дело с просвещенной монархии и свободной рыночной экономики но эта рыночная экономика держится на определенной нравственности на определенных этических правилах правила характерные для монархии с правом не считаем во власти могут быть только избранная по крови и способностям но пока и понятно родственники естественно там есть семья шейхов но их так уже много этих шейхов парадословной что не каждый может править страной государством и городом между ними начинает конкуренция по способностям поэтому каждый шейх фактически имеет по два по три высших образований которые получали в лучших вузах мира на разных языках разговаривают вполне светские люди но ведут соответствующее ображение той стране которой они находятся а также гражданство дубая нельзя просто приехать купить там через пять лет и так далее невозможно ты должен родиться в дубае или муж и жена должны быть дубайцы и тогда и тому подобное этика монархии очень простая поскольку шейх родом отсюда и граждане отсюда они живут здесь и не хотят уезжать мораль простая у себя не воруют если ты здесь работаешь ты не можешь у себя воровать и выводить куда-то средства потому что шейх говорит мой народ это я ну почти как известные французские императоры и принимая решение он советуется с семьей то есть обязательно это некое консолидированное решение но прежде всего они советуются с ведущими международными экспертами это иначе собственно достичь того успеха о котором я говорил было невозможно что в результате получается практически отсутствует коррупция потому что нет основ нет смысла воровать и кого-то обманывать если будут подозрения значит человек решается власти с этим мы не так давно слышали солдатской армии очень большие разбирательства когда судили шейхов тюрьму посадили соответственно нет вороства и безопасная жизнь и безопасный бизнес ориентиры градостроительства добавим поясняем в условиях просвещенной монархии то есть совершенно другая ситуация это не северная америка это не западная европа это что-то другое но тем не менее тем не менее основы идут оттуда потому что учиться откуда-то надо тем правилам которые уже мир выработал они же прогласили что берут лучших экспертов в свою школу и так на этом слайде справа стороны вы видите как проиллюстрирована последняя стратегия последний стратегический план дубай с 16 по 21 год с очень различными различными красивыми словами ну а слева собственно это выжимка из этого текста где кратко также основные позиции декларируются первое значит видение дубая развития счастливого устойчивого города замечательно наша миссия о чем говорит шейх и дубай это план это развитие это управление великолепным городом который обеспечивает устойчивый успех и качество жизни наши ценности прежде всего доверие конкурентоспособность сотрудничество креативность прозрачность и happiness даже в русском языке такого слова нет счастливость счастливость жизни вот вы можете расшифровать там написано что за этим кроется но я думаю смысл этих слов понятен вот на них строится основная политика конечно во многом в этом есть позы рекламы конечно так абсолютно это невозможно наверняка там есть определенные нарушения но система декларирует вот мы идем этим путем и будем достигать разными способами вот эти качества это очень важно поскольку они говорят этому всему миру раз они собрались сотрудничать любой участник этого процесса может проверить какой степени не выполняет каждый из этих постулат если нет значит это база что ухудшение бизнеса а значит недоверие власти очень простая связь которая собственно и обеспечивает некое движение система регулирования град деятельности центральный блок зеленый собственно он описывает основные составляющие в основу они говорят что лежит стратегический план а затем юридический документ с управлением значит что такой стратегический документ это не тот который мы только что видели как бы продекларировавшие некие этические и обще организационные общечеловеческие нормы это скорее всего вот тот самый американский структурный структурный план или стратегический американский потому что они различные и тот план который снабжается укрупненным зонированием специфика такая что в своих документах они часто пишут практически один к одному то как принято в мире но в этой стране все немножко иначе реализуются ну почти как у нас поэтому надо уметь понимать слова читать идти но понимать что за ними немножко еще другое кроется и так есть стратегический уровень он является юридически обязательным второй уровень более детального локального планирования можно сказать но это же наши типа там может быть пззм может быть наш проект планировки нет ни то ни другое это какой-то вариант нашего генплана который делается на кусок города он снабжен более детальным зонированием и собственно является условно юридическим документом ну а справа слева слева собственно управление земельными ресурсами поскольку основная задача города это формировать недвижимость это такой с точки зрения государства очень жесткий капиталистический путь когда город должен зарабатывать на территории на земле вот там у нас были песчаные бури они собственно и остаются у нас пустыни мы их превращаем в оазисы застраиваем и продаем всему миру и на этом зарабатываем поэтому очень специфическое градостроительство вроде как бы о людях много говорится но по сути это пример очень четкого североамериканского подхода когда территория земля является прежде всего капиталом поскольку кроме нефти которая заканчивается ничего в стране не больше нету есть только песок чем занимается департамент городского планирования в этом городе ежедневное планирование градостроительное естественно не осуществляется и ну сделали один документ потом его актуизировали что в основном происходит поскольку основой является частные участки вся работа департамента грубо говоря местной архитектуры сводится к чему вот этот блок изменение функционального использования плотности добавить отнять какую-то виллу разделить участок слить участок ну и изменить разрешенное использование вот текущая работа департамента а кто же осуществляет планирование развития крупных территорий а вот внизу блок который говорит о том что существует более серьезная структура власти при муниципалитете и правительстве дубаи которая работает с крупными инвесторами которые работа разрабатывают мастер-планы мастер-планы повторяю для них это может мастер-план который а-ля структурный план покрывает весь город или мастер-план это просто часть города детально проработана более детально проработана с точки зрения функционального зонирования и у них есть четыре стадии такого мастер-планирования которое собственно обеспечивает более-менее увязку и разработку тех территорий на которых еще не сформированы участке еще нет частной собственности еще нет никакого проекта застройки но повторяю основную работу делают такую черновую департаменты это вот текущее управление застройкой если мы посмотрим как собственно функционирует этот блок который занимается планированием то в блоке планирования вот он вы здесь не видите разработка или генерального плана или разработка ПЗЗ или разработка проекта планировки ничего здесь этого нету исследование статистика законодательства формирование участков реклама потому что повторяю специализированные органы занимаются и частые инвесторы которые нанимают частные фирмы эти частные фирмы по правилам делают все остальные документы это практика существует в америке там нет при государстве департамент который все планирует как в европе да то есть как я вам показывал в скандинавии где прямо при муниципалитете на бюджете сидит департамент и занимается собственно разработкой документации и планировочной детальной и крупной типа типа мастер плана типа генерального плана но чтобы была полная ясность посмотрим вот эту таблицу которая собственно сопоставляет систему градостроительства штатов ну и всей Северной Америки Европы и Дубая по пяти параметрам пяти блокам отношение к собственности что является основным объектом планирования соотношение девелопера и власти какие основные документы и законы очень укрупненно я обозначу принципиальные различия значит первое по форме собственности для Северной Америки США собственность практически нерушима то есть все если вы купили землю вас никто оттуда просто никогда практически не прогонит в Европе могут землю изымать в общественных интересах в Дубае как в США жесткая если ты купил все это это что называется могила или взял в аренду там на 90 лет или какую-то это тоже очень стабильная ситуация поэтому варианты с какими-то проработками изменениями собственность с помощью проекта планировки просто недопустимы объект планирования в Северной Америке основным объектом планирования является участок частой собственности почему потому что в основном вся Северная Америка это малоэтажная Америка частное домовладение со своими участками все размежевано сформированы территории общего пользования уличная дорожная сеть уже исторически все это сложилось и собственно задача какая но не меняя всю эту инфраструктуру каким-то образом регулировать развитие этих сформированных участков в Европе ситуация несколько другая она не одноэтажная она многоквартирная как правило сформирована жилыми блоками многоквартирной застройки и она Европа постоянно изменяется города меняют характер застройки расширяются формируют новые кварталы формируют новые общественные пространства и формируют новые уличные наружные сети и соответственно должны другие документы и поэтому там основным объектом планирования является не столько участков сколько блок квартал и что касается Дубая то здесь как я уже говорил основной подход в общем то американский работа с участком но вот что касается новых крупных территорий там приходится естественно в условиях несформированных участков несформированной собственности инфраструктур работать по европейским принципам отношения девелопера и власти все очень просто штаты главный игрок девелопер частное лицо Европа главный игрок это публичная власть Дубай главный игрок это шейх Мухаммед Аль Мактум документы Северная Америка стратегический план который не является юридическим документом он декларативный схематические планы на части города не являются юридическим документом единственный главный документ в штатах это правило землепольной застройки понятно почему потому что все размежевано земли сформированы общего пользования что надо делать регулировать собственность покрыли весь город Ленд Юсом и управляйте Европе стратегические планы декларативные генплан с регламентами полу юридический сам юридический это документация планировки с регламентами что происходит в Дубае он делает некий стратегический план который похож на схематичный генплан что-то такое американское локальные мастерпланы как я уже говорил делал которые что-то напоминают проекты планировки ну и собственно проекты планировки на отдельные небольшие группы участков которые напоминают ПЗЗ такого европейского типа на зону развития законы как регулируется в штатах нет федерального закона градостроительного кодекса просто нету вы только найдете там закон о землепользовании 1976 года на 60 страничках несчастных и одна страничка будет посвящена градостроительства одна потому что все градостроительное развитие регулируется на уровне муниципалитетов они полную власть имеют ну и еще как говорится немного округа ну собственно округа штаты а федеральный уровень не затрагивает эту проблему поэтому на них у них не разрабатываются никакие схемы территориального развития страны и тому подобные документы которые мы пытаемся разработать все как и не можем их разработать хотя по закону требуется в европе существует национальный градостроительный кодекс практически у всех идет разработка документации на всех уровнях на национальном на оригинальном и на местном в дубае не существует какого-то градостроительного кодекса эмиратов в дубае существует строительное законодательство пример то о чем мы говорили теоретически давайте посмотрим как это выглядит итак стратегические планы верхний уровень городского управления англосаксонских городов и дубаи ну понятно о каких городах нью-йорк вот пример фрагмент из стратегического плана нью-йорка где просто промаркированы территории которая предполагается развивать общий ленд юс не делается это как руководство действия никакой юридической силы не имеет справа другой североамериканский город в канаде называется лондон ну много там городов собственно нью-йорк сам вы знаете был нью-амстердам раньше назывался формировался как амстердам то есть северная америка полностью пародирует пародировал европу ну а дубай пародирует североамерику через европу в общем все все живут смотря друг на друга так устроен мир и так тоже официальный план канадского лондона схематичное зонирование укропненное которое декларирует направление развития лондона стратегический план еще скромнее основные направления основные политики и никаких ленд юсов дубай что-то микс между тем что мы видели между нью-йорком между канадским лондоном это как бы стратегическое зонирование и вместе с тем есть какой какие-то функции с какими-то параметрами в том числе высотными параметрами пластностными параметрами мы дальше увидим более подробно состав и как этот документ разрабатывался локальный уровень спускаемся это был общий муниципальный уровень всего города на локальном уровне лондон разрабатывает называемые локальные планы это новация основной документ кодекс значит Великобритании был принят в девяностом году но в 2013 произошла новация и с тех пор все города и все муниципальные образования должны разрабатывать локальные планы а также сообщества местное сообщество любое в Лондоне любом британском городе может договориться для себя самим разработать местный локальный план который будет напоминать что такое усредненное похоже на наш проект планировки даже не как инвесторы просто для себя для своего сообщества которое они посчитали нужным обращается в город и город финансирует им эту работу вообще удивительно а вот штатовский локальный план повторяю все размежеванно инфраструктура существует поэтому никаких изменений нет в отличие от Лондона где идет развитие бронфилда сносится предприятие и на основании его надо сформировать какие-то новые участки новая территория общего пользования а здесь ничего это не происходит здесь просто на существующую сетку этих участков улиц накладываются как бы новые регламенты например добавляется смешанное функциональное использование добавляется разрешение по высоте застройки возможно накладываются какие-то ограничения по ландшафту и по памятникам нижний уровень дубайский слева это локальный план который касается жилого района малоэтажной застройки который разрабатывал инвестор он купил этот участок нанял разработчиков частных они ему нарисовали по правилам где очень детально прописано размер каждого участка сколько квадратных метров в этом доме какого цвета крыша стены еще это сделал очень все это детально потом это все выбрасывается на рынок или на аренду или на продажу а справа и так это было жилье причем это очень крупный квартал вот длина справа до лево 4 километра справа другой вариант вот такого локального плана который тоже называется мастер план но это уже условно говоря смешанная общественная жилая застройка многоквартирная с очередными небоскребами которые размещаются в этой части мы потом увидим визуализация этого проекта очень своеобразная это уже новая волна пойдет такой немножко отход от американского подхода больше к европейскому в дубае развивается он рассказал об этом ну что является базовыми планировочными кадрастрами элементы как в штатах как в европе так и в дубае и то что мы никак не можем это освоить у себя ну вроде начинаем сейчас в москве это осваивать что базовыми элементами планирования и недвижимости является в штатах участок который очень жестко прописывается как что по высоте процента и так далее а также квартал блок который размеры которого также фиксируются предельные потому что они должны обеспечить проницаемость пространства и самое главное требование к городскому блоку внутри его не должно находиться территории общего пользования то же самое европе вот пример как управляется участок из немецкого кодекса который регулируется плотностью застройки застроенностью и всеми теми коэффициентами которые мы знаем используется в ПЗ и также блок квартал который в среднем имеет размеры даже чуть меньше чем американские и тоже главный признак в отличие от американского что это многоквартирная как правильная застройка или нежилая что это совокупность участков так же как здесь это группа участков но в любом случае внутри блока должно отсутствовать территорию общего пользования вот это является минимальная единица или единица планирования а как выделить минимальные единицы планирования в Дубае очень интересно это огромные карты вот это кадастровая карта Дубая где вот показано межевание на кварталы кадастровые и каждый квартал собственно выставляется на торги и там происходит покупка земель вот если вы войдете в эту интернет электронную инвестиционную карту там щелкните по одному кварталу у вас выскочит картина какие страны сколько здесь вложили инвестиции что купили и вот щелкнув там один карт я получил картину кто наиболее профинансировал один из районов видите допустим это Индия в других очень много Великобритания покупала особенно привлекательные вот эти территории Соединенные Штаты есть и российские инвесторы которые тоже вкладывали вот в эти кварталы кадастровые затем естественно на этот квартал разрабатывается схематичный план потом идет деление на участки и дальше шаг за шагом идет реализация то есть парадокс в том что еще нет проекта земля уже покупается будущее такого в Европе невозможно это возможно в Америке то есть можно просто землю купить такое бывает в арабских странах что можно просто что-то купить и держать ничего не развиваем но поскольку динамично развивается город то здесь собственно можно осуществлять вот такую технологию но кроме вот этих кадастровых кварталов и участков приватных о которых я говорил естественно для того чтобы регулировать развитие социальной инфраструктуры город делится соответственно на блоки на микрорайоны на районы и сектора с точки зрения обеспеченности различными объектами ну это уже они научились в общем-то у европейцев в частности у англичан и так чтобы визуально увидеть специфику разницу вот предыдущая была кадастровая карта дубаи а это кадастровая карта нью-йорка одновременно которая является и главной картой ПЗЗ правил землепользования застройки и вы видите степень сформированности кварталов это вы видите блоки внутри которых находится группа участков вот эти блоки эти бал как они называют формируются в районы они называют district это и им присваивается определенный вид разрешенного функционального использования вот эти цифры R6 R4 R7 1 и так далее в данном случае это означает residential то есть это все карта жилых районов все очень просто всего лишь три группы существуют в Нью-Йорке жилых коммерческих и производственных промышленных функций соответственно зон мы можем сказать по нашему территориальных зон но дальнейшая детализация у них очень серьезно проработана какие регламенты устанавливаются вот на этих территориальных зонах и на этих блоках городских слева американской Нью-Йорке справа дубайский ну в общем-то и там и там одно и то же разрешенное использование и регламенты застройки этажность плотность отступы от красных линий от границ участка силуэт ну и определенный стандарт как говорится функционирования использования этой этого участка и соответственно этой территориальной зоны а это полная картина уже типологии там было укрупнено помните три всего лишь основных вида функциональных территориальных зон а вот полная картина значит в Нью-Йорке их 18 здесь очень грамотная схема собственно американцы очень поднаторели в Лендьюсе в ПЗЗ почему наши законодатели очень внимательно изучали американский опыт и очень много оттуда сняли на нашу голову очень детально прописанная типология видов территориальных зон и они по горизонтали и по вертикали пересекаясь показывают степень совместимости и несовместимости их между собой там где пресечение темное это значит разрешается их совмещать там где белое запрещается все а дальше начинается более детальная прописка что конкретно какие виды участков там могут с параметрами какими размещаться но все равно три блока остается вот жилые вот коммерческие вот производственные в великобритании чуть больше зона там есть блок из четырех позиций типов жилой застройки коммерческий бизнес услуги и производство тоже четыре крупных блока из которых дальше детально строится и тоже по собственно американскому принципу показывается какое сочетание между собой этих функций разрешается какое нет и укропненно собственно без томов гигантских которые мы пишем когда делаем ПЗЗ все понятно становится идти не идти стоит это учитывать не стоит учитывать то есть надо нам тоже учиться работать от общего к частному а не сразу вдаваться в детали и просто топить потом инвестора в томах этого текста под названием ПЗЗ ну а в Дубае очень просто то о чем я говорил социальная инфраструктура по различным пространственным уровнем прорабатывается пространственный уровень чем определяется количество населения вот минимальная единица сообщества это порядка 4000 жителей дальше то что они называют уже микрорайон где появляется школа детских садов это порядка 12000 потом появляется район который включает уже 20 тысяч жителей и наконец так называемый сектор города это порядка 100-120 тысяч То есть видите, да, как в классических учебниках структурируется город и дальше там размещается и мечеть, и школа, и торговый центр, поликлиника, ну все как мы и считаем нужным для полноценного развития города. Но у Дубая нет такой филигранной системы ленд-юса, как у штатов. Хотя бы они хотели, но для чего им это надо? У них пустые территории, их надо осваивать очень динамично, там еще не устояло все, зачем им игра с этими деталями? Поэтому там происходят два уровня. Первое я вам уже показал, укрупненное зареяние, а второе это конкретные виды застройки, конкретные функции участков, которые привязаны к конкретным зданиям. И собственно конкретная функция здания определяет назначение участка, а дальше через определенные регламенты и регулируется тип развития участка или квартала или конкретной территории. Понятно, да? То есть там дырка между стратегическим зонированием и управлением участками. То есть вот этого промежуточного звена в Дубае пока нет. Они еще не наработали эту тему. А почему у них хорошо все-таки происходит? Ведь сразу возиться застройкой это провокация на коррупцию, на бюрократию. Но Дубай создал филигранную систему электронных услуг. Вот то, что мы называем умный город. У них разрешение на планирование градостроительное, ну выдача ГПЗУ у нас называется, не больше пяти дней. Все, через пять дней ты получаешь разрешение. Понятно, да? То есть и любая функция у них максимум семь дней. То есть настолько все отработано на этой системе, что нет смысла городить очень сложное ПЗЗ с расписыванием какие-то там можешь функции. Проще обратиться в департамент, заплатить небольшую денежку и за пять дней ты получишь ответ точно, легально и будешь иметь перед собой, значит, на основании каких-то, конечно, документов, что можно, что нельзя. И это, естественно, ответ будет легальный, не просто какой-то там, где будет выманивать монету или затягивать пять дней, и все. Если не выполнят, значит, служащего уволят. И поэтому это позволяет, работая с конкретной застройкой, учитывать стратегические вопросы развития города. Благодаря вот этой электронной системе общения клиента и муниципалитета, клиента и департамента планирования. Итак, быстро рассмотрим, как, собственно, развивался сам Дубай, сама суть, в чем его генпланирование интересно. Итак, в 60-е годы еще город является прелекторатом Великобритании, привлекается британский архитектор, который развивает город, собственно, по законам компактного, идеального города, от исторического центра на периферию, как и должен развиваться любой город, устойчиво. Инфраструктура развивается, плотность изменяется от центра периферии, все просто идеально. Но наступает 71-й год, появляется нет, появляются огромные деньги, и возникает потребность быстрого развития города. И здесь уже эта модель перестает работать. Включается американский опыт. Надо разбить территорию на сетку магистралей и улиц, расчлинить на карты и постепенно продавая эти карты, заполняя и формировать город. То есть, уже речь о каком-то компактном развитии от центра не идет. Идет масштабное освоение, коммерческое освоение земли. Но вместе с тем, самый последний генплан, который был сделан в 2012 году, сделан с участием и под руководством, скажем, американо-бректанской компанией E.com, собственно говоря, которой я эту презентацию к вам подготовил. Они участвовали в этой разработке, выставляли этот генплан на конкурс и получили премию как самый инновационный мастер-план по версии из АКАРП Международного союза урбанистов, членом которой я являюсь. Итак, пройдем по последнему генплану, который достоин такой участи, быть самым инновационным. Что же там главное, как, собственно, поясняет E.com? Ну, прежде всего, параметры развития. Затем, естественно, предназначение территории. Формирование публичных пространств системы. Мобильность, транспортная доступность. Плотность и высота. Плотность по населению и высота по застройке. Очередность развития города. И правовое обеспечение. Вот состав того, что мы можем называть генплан, они называют это мастер-план, а по-американски это некий структурный план. Довольно большой документ, 100 тысяч страниц, ну и упрощенного варианта 225. Что он включает? Все вот эти документы, или дубайские, или североамериканские, они в конце концов издаются как такая популярная большая книга, где существует набор схем, которые поясняют идею. То есть смысл генпланирования не в том, чтобы закрыться и между планировщиками нарисовать какие-то схемы очень детальные, которые им только понятные. Надо на очень понятном языке всем рассказать, вот как устроен город сегодня и почему он будет таким, а не другим. Но не так все просто было, потому что в 2008 году, когда вот был пик, собственно, развития туризма, строительства гостиниц, небоскребов, грянул кризис. И вот эти все красные территории, которые должны были бурно развиваться по генплану 2008 года, уменьшились до вот этих синих территорий очень значительно. То есть сразу пришлось корректировать. Отличительная черта этого документа в том, что невозможно осваивать всю территорию Эмиратов. Эмиратов Дубай, повторяю, Дубай это одновременно государство под таким же названием и одновременно город с таким названием. Так вот, вот это Эмираты, а город вот, собственно, урбанизированная территория. Если мы сравним вот эти части, то они выглядят вот так. То есть это такой красивый природный пейзаж, куда вас вывозят на джипах и вы гоняете по этим пустыням или там с бедуинами общаетесь. В Генплане, естественно, рассчитана потребность в территориях с учетом роста населения, потребность различной функции. Вот было вычислено, что надо добавить еще 7 тысяч гектар к существующим. Вот в таком балансе. Какие основные подсистемы? Да, собственно, такие же, как и у нас. Природоохраняемые территории, как они располагаются. Природные ограничения. Транспортная инфраструктура. И ограничения, связанные с движением в аэропортах самолетов. Вот шумозащитные, шумовые зоны. Надо сказать, что в Дубае, в одном городе, три международных аэропорта. Сценарий развития. Город страшно динамично развивается. Не успеваешь, что называется, закончить какой-то блок. Уже появляется строго инвестора, правая. То есть, весь мир участвует в развитии города. Земля покупается, застраивается. Как это все синхронизировать? Куда город должен пойти? Вот разработчики iCom рисуют три сценария. Первый сценарий. Вот сетка существующего города. Город вытягивается естественно вдоль побережья. Ведь он курортный, как бы туристский, морской. И авторы говорят, давайте построим второй Дубай. Вот туда, ближе к пустыне, освоим новой территории. И будет красиво, компактно. То есть, развитие вглубь. Второй вариант. Нет, группа говорит. Давайте рассмотрим вариант полицентричного развития. Город, как совокупность отдельных самостоятельных городов. Со самими центрами. Второй вариант. Третий, условно компромиссный. Когда все-таки город преимущественно развивается вдоль берега. Основная часть с акцентом в исторической части. И еще формируется два мощных подцентра. Достаточно автономных. Как бы, вот этот вариант, условно, был признан как базовый. Но мы посмотрим дальше, что, в общем-то, а сам город немножко иначе развивает. Тем не менее. Существенно было бы показать, где концентрируются основные места приложения труда, офисы, службы. Вот эта схема. И вот этим цветом краплака показаны базовые центры. Вот три их. Мы с вами попозже посмотрим. Экономические зоны. В Дубае огромное количество экономических зон. По-моему, то ли 17, то ли 25 разных видов. И благодаря этому, собственно, город экономически развивается. Инвестируется и является международным финансовым центром. Ну, без метрополитена в таком линейном не обойтись. И две линии метрополитена уже сегодня существуют. Итак, вот сводный получается генплан. В 17-м году я получил эту последнюю редакцию недавно. Вот так он выглядит. Классическая сетка. Продольные магистрали и поперечные. В общем-то, классическое американское отделение. Но при этом заполнено определенными функциями. Вроде как с тремя крупными центрами. Огромная зона инновационного развития свободных экономических зон с аэропортом. Ну и вся остальная территория. Это в той или иной степени природная рекреация. И отдельный слой такой штриховки. Это как бы еще не определенное. Это вакансии, которые в будущем будут квалифицированы как нечто функционально полезное. Пока это условно резерв. Очень такая простая, внятная схема. Но в отличие от 12-го года, когда генплан получал приз, здесь уже очень серьезно доработан общественный транспорт. Вот Дубай 17-го года, уже не Дубай 12-го года. Всего лишь 5 лет прошло. А уже Дубай сдвинулся немножко в Европу. Если там был, как и собственно в 90-х годах, мощный акцент на частный транспорт. То есть Дубай без джипа просто не представляет себя жизнью. И поэтому хайвей, автострады были главным объектом планирования. Вот уже в 17-м году формируется мощная сеть общественного транспорта. Мощная сеть нового линии метрополитена. Которые собственно должны решить проблему. Потому что пробки есть везде. И в Дубае тоже. И вот если сопоставить 12-й год и 17-й генплан, то кроме того, что я сказал, разница еще в чем? Почему-то исчезает в жилищном зонировании один тип жилья. Так называемое национальное жилье. Это очень интересно. Потому что в Дубае есть просто жилье, которое можно купить каждый и приватизировать. А есть жилье для граждан Дубаи. И участки вот эти они получают при достижении или при замужестве, или при достижении там 18 лет в награду от власти, от шейха. И поэтому все этнические дубайцы живут вместе. Они не мешаются вместе с иноземцами, как я сказал, их большинству. Но уже в 17-м году эта политика меняется, уже происходит смешивание. Видно, возникает проблема. Потом увидим, какие проблемы. И если начинается вот это вот разделение, которое было еще в 12-м заложено. Ну и вторая особенность, если посмотреть, еще в 12-м году был так называемый метрополитенский центр. То есть главный центр Дубаи. И не исключено, что Абудаби, собственно столица Эмиратов, сказала, что давайте мы сделаем все-таки, пускай Абудаби будет столицей, а вот здесь будет просто многофункционально. И они перекрасили в генплане, сделали поскромнее. Ну, послушали старшего отца, шейха, старшего шейха. Итак, Дубай, который, естественно, хотел бы быть идеальным городом. И какие основные четыре позиции мы здесь зафиксируем? Значит, ориентируясь на экономический и архитектурный образ Нью-Йорка, Дубай в градостроительной части ими систем вынужден использовать разные практики. Мы это с вами зафиксируем. На сложившихся территориях регулирование осуществляется на основе градостроительных регламентов по типу зонинга США. Понятно почему. Но на крупных территориях нового динамичного развития используют схематичные генеральные планы с элементом проектов планировки для формирования территории общего пользования и приватных кадастровых кварталов объектов сделки по недвижимости, которые ближе уже к традиционному европейскому подходу. По численности населения и амбициям декларированной стратегии развития, Дубай имеет шанс развиваться по закономерностям идеального города. Но взяв за основу транспортную и земельную политику американских городов прошлого столетия, постоянно испытывает конфликт между центральной зоной компактного развития, о которой я рассказывал в самом начале, которую еще первый урбанист рисовал, и потребностью формировать новые зоны и центры развития для новых инвесторов, внеудобных транспортных связей, которые преимущественно ориентированы на автомобили. Как результат, город становится удобным для инвесторов и застройщиков, но неудобным для повседневной жизни. Поэтому, идеальный он или не идеальный, мы делаем вывод. Пока нет. Итак, Дубай – это город или это система расселения? Что это за форма? Дело в том, что и по генплану, и по реальной жизни, и любой посетитель увидит, что есть там некий центр исторический, который называется Дейра, есть центр Сити, который является почти копией, моделирует себе Манхэттен, есть там центр Марина, который является таким курортной зоной, зоной для экспатов, и вот эти две части Дубаи разделены мощным барьером, где располагается промышленная зона, довольно грязная, скажем, строительная, поэтому город разрезается этой частью. Но он продолжается еще вниз. И вот мы посмотрим, что это за три части, в какой степени они обеспечивают, ну, условно, связанность города, потому что слева мы видим классический компактный город. Будь то это или то, что мы смотрели Вена, или Мюнхен, или Прага, или тот же Лондон, которые имеют моноцентричную структуру и ясный принцип землепользования. В Дубае вы такого не увидите. И это мы убедимся в этом. Рынок инвестиционных предложений, вот по количеству вот этих шариков, говорит, какой объем спроса предложения, где существует. И мы видим, что концентрация идет в исторической части, заоцен в зоне Сити и, наконец, зоны Марина. Что же собой представляет исторический центр? Классический средневековый арабский город, красивая паутина улиц и кварталов. В ситуации, вот напоминаю, где он находится. По образу масштабной человеку улицы застройка, характерная, опять же, для арабского города. Вот с такими интересными набережными, которых вы можете встретить. Идеица бедуина, как будто он 200 лет здесь существует и не изменился. В той же стиле торговли. И такого же стиля все эти суденушки, они, конечно, и туристически привлекательны, и катают туристов. То есть, вот в этой части, как будто вы вернулись на 200 лет назад. Затем мы переходим в Дубайный центр 2, Линейный Сити. Вот сформирована мощнейшая автострада, скоростное шоссе шейха Заяда. Это главного шейха всех Эмиратов. И вот на этом шоссе формируется искусственно новый город. Прямо на скоростной автотрассе. А вот здесь западнее, вы видите сетку улиц. Классический американский город, северопейский. Регулярная решетка, регулярная нарезка на блоки, и дальше нарезка блоков на участки. И поэтому вот в этой части, естественно, работает пластический зонинг, ленд-юз. В этой части такой ленд-юз не работает, естественно, потому что здесь совершенно другой принцип индивидуального подхода к каждому квартальчику. Итак, вот где находится по отношению к предыдущему историческому городу новый Сити. Ну и взгляд самой высокой башни этого города показывает пример типичный. Вот она, одноэтажная Америка, в данном случае Дубай, и вот он, главный Сити, который располагается на скоростных автострадах. И, естественно, для любого европейца вот эта среда является принципиально конфликтной, принципиально непригодной для пешехода. Ситуация в ночи очень красивая, светится небоскребы, но куда идти и как оттуда выбраться, это полная проблема. Если только кто-то подвезет. В отдельных местах происходит какая-то делизация, какое-то очеловечивание пространства, и вот около этой башни Бурж-Халиф, блестящая водная пластика, мощнейшие торговые центры, элитные жилые кварталы. Вот здесь, да, народ, как говорится, суетится, фотографирует и говорит, что мы в Дубае. На самом деле, все остальное, это огромное пространство, которое преодолевается только на автомобиле. И эта трасса, этот транспортный коридор в сечении больше 200 метров, это мощнейший поток, который пересечь просто невозможно. Там, собственно, человеку некуда деться, и такое ощущение потерянности, вроде как бы все разнообразно, но это сплошные машины и небоскребов, и поэтому, естественно, образ жизни, только автомобиль, на котором ты должен знать, откуда, куда съехать, иначе тоже будешь так же потерян в этом лесу. Справа, справа слайда, находится вот этот коридор мощнейший, это автострада с небоскребами. Мы зашли за эти небоскребы, и выясняем, что и здесь тоже, человеку не уютно, потому что это техническая зона. С этой стороны происходит загрузка всех этих небоскребов, техническая, плюс здесь располагаются все паркинги наэтажные, это такая коммунальная зона. Мы думаем, ну может быть, если мы пройдем еще левее, и зайдем за эти паркинги, будет хорошо. Заходим, и там парковки сплошные, инфраструктура пустырь, то есть центр сам в себе существует, вот он живет на автомобильной трассе, и пустота. Ну, мы понимаем, что возможно со временем это как-то освоится, но, конечно, сейчас, опять же с точки зрения европейского подхода, центр должен фокусировать, уплотняя застройку, жилые кварталы, деловые зоны, и поднимаясь в центре, формировать некий законченный логический комплекс. Пока этого не происходит, слишком быстро происходит освоение. А самая главная ставка была сделана на парадоз. На скоростной магистрали формируется центр. Одно исключает другое. Переходим к третьему центру. Центр Марина, Дубай-Марина, город для экспатов. Ну, экспатов это иностранцы, которые по контракту живут, работают, но не имеют гражданства и не имеют права. Вот где находится этот центр третий, по отношению к первому, второму и, соответственно, третьему. И вот эта зона Дубай-Марина, которая разместилась на искусственном канале, который из моря прокопали, и там разместили, опять же, вот такой красивый лес небоскребов. Рядом с этим находится, опять же, искусственный остров Пальм-Джомейра, где также находятся виллы очень дорогие, которые продавали всем, в том числе, вот, некие богатенькие, 5% из РФ купили здесь недвижимости на этом острове, но больше всех из Великобритании. Но, опять, парадокс. Главная ось на этом острове, курортный бульвар, и ты 2 километра идешь, и не можешь его пересечь, потому что нет ни одного перехода. А главная тастрада того же Шейха, которая разделяет, справа находится, значит, весь этот курортный комплекс, а слева другой подцентр с торговлей, и между ними проходит эта магистраль более 200 метров, и вы не можете пешком, где пересечь. Вариантов искать, где развязка, или искать, где будет пешеходный мост от Метрополидена. Который проходит по эстакаде. Вы можете, конечно, добраться из Сити на метро. Очень красивое метро. Нету водителя, она электронная. Само двигается, самоуправляется. Станавливается шикарного дизайна станции. Она приподнята на землю. Это монорелиз. Но, опять же, вы приехали на метро, вы должны выйти и попасть в марину. И вы не можете просто попасть, вы еще должны соображать, как же я должен, на что пересечили, и как потом преодолеть еще те препятствия, которые разделяют вас до оставшиеся километры. Ну, наконец, вы добираетесь до этого комплекса Марины, и вы видите вот это чудо, дубайский космос. Вот эти ракеты стоящие, и мне все равно, как они не падают. Потому что рядом с берегом пески, и все стоит. Чуть дальше отходите на этот остров, и видите вообще прибежный дубайский лес, где такое количество небоскребов, что уже ощущение, что они уже переплюнули и Гонконг, и Нью-Йорк, но, оказывается, еще нет. Вот еще они поставили себе задачу, в ближайшее время еще 100 небоскребов построить и перегнать Нью-Йорк по этому количеству. Итак, Дубай. Юридически Дубай является городом, а также частью Эмирата. Но с градостроительной точки зрения Дубай развивается как полицентричная агломерация. Мы с вами это увидели. Отдельные локальные города. Таким образом, порожденная американская градостроительная идеология Дубая в своих центрах постепенно преобразуется в направлении смешанной идеологии европейско-американского градостроительства. То есть, внедряется пассажирский транспорт, постепенно города между собой стягиваются, и фактически мы видим не единый компактный город, а целую серию компактных городов, и такая задача, видно, и будет ставиться. Не сформировать единый идеальный город, как мы хотели увидеть, и как мы, собственно, видели в европейских примерах столиц, или в Вене, или в Скандинавии, это все-таки город-агломерация, потому что здесь совершенно другая идеология. Здесь принципиально важно различие разных мест, потому что это различие стимулирует движение туриста. Ему интересно поехать и посмотреть, и за это заплатить. И поэтому, чем больше разнообразия, тем больше таких центров, тем коммерчески выгодный город. То есть, для кого город отсюда? Город для туриста. Это город для инвестиций. Не город для постоянной жизни. Итак, последний феномен. Социальный феномен Дубая. В чем он состоит? Очень парадоксальный он. Смотрите, бюджет города, Эмирата. Нефтяные доходы 5%, поступление о государственных услуг 74%. Государственные услуги 74%. Что это такое? Инвесторы западные. Но все услуги, которые связаны с планированием, с размещением, со строительством, осуществляются местными компаниями. В том числе шейха. То есть, вы хотите построить небоскреб? Не вопрос. Платить деньги. И мы вам построим. То есть, все строительство практически осуществляется местными компаниями. Инженерные сети? Все местные компании. Вы хотите открыть фирму? Не вопрос. Это очень дешево. Но вы должны вступить в сотрудничество с местной компанией и определенный доход отплачивать. Определенные услуги. А так, собственно, никаких налогов. Все очень красиво. Но создав привлекательной инвестицией территорию, сначала создав, как говорится, конфетку, а затем все время деньги собирают за эту конфетку. Очень просто. Но ты же научись конфетку делать сначала. Они научились. С помощью чего? Они придумали 24 вида экономических зон. И это не только какие-то там промышленные, автомобильные, научные, парки золота, бриллиантов, медицинская экономическая зона, академическая, финансовая, деревня знаний, интернет-деревня, морская. Самые разнообразные. Это все свободно экономически. Поэтому туда идут различные IT-компании, инновационные компании, бизнес-компании, производственные. И все это. Почему? Потому что колоссальные льготы. 100% инвестиционная собственность, 100% репортериация. То есть никто вас не заберет. Нулевой налог на прибыль, нулевой кооперативный налог. Нет импорта налога на экспорт. И так далее, и тому подобное. И ко всему прочему, 5 миллиардов человек, рынок вокруг этого города. 5 миллиардов. И со всеми с ними есть мощнейшие связи. Поэтому, естественно, с удовольствием идут туда компании, размещают свои штаб-квартиры, уходят от налогов, и город процветает. И на это сквозь пальцы смотрят Европа и Америка, которые уже бы другую страну гнобил по первому числу. Потому что они же нарушают, как бы, правила игры. Но им это прощается. Так построены отношения. Они дружно общаются со всем, кто к ним приезжает. Они очень приятно общались с Владимиром Владимировичем Путиным. Но вооружение закупили в Штатах. Хотя пытались мы продать огромные там. Нет, они закупили самолеты и так далее в Америке. Вот третья составляющая. Ориентация на экспатов. Да, хорошие местные кадры. Да, они честные арабы, честные эмирации. Но что с них взять? Они ленивые. У них все есть. Они на иждивенье фахисты. Они богатые. А работают иностранцы. Опять же, сделали конфетку. Хорошо платим иностранцы. Поэтому они приезжают. Посмотрите карта. Откуда приезжают. Да, конечно, есть первый эшелон. Это Великобритания, Канада, США. Это те, кто говорит на чистом британском. Особенно, кто имеет американский праспорт. Это совершенно один уровень. Ну, а вот другой уровень. Это вот этот регион, который работает в службах, в сервисах и тому подобное. Ну, и тоже очень прилично зарабатывает. Ну, вот, собственно, картина двух основных игроков. Вот это инвесторы, вы понимаете, на набережной вот этого искусственного острова. А это вот экспаты второго эшелона, не первого. Тоже понятно. Они тоже обслуживают, но они немножко отличаются от первой группы. В чем состоят социальные годы этих граждан, этих несчастных граждан, жителей, истинных жителей Эмиратов? Они не платят за воду, за электричество. У них кредиты на 30 лет под смешные проценты. У них бесплатное среднее высшее образование. Они получают 119 тысяч долларов при заключении брака. Бесплатное медицинское обслуживание в любой части мира. У них пенсия в полтора миллиона рублей в год, 60% последнего заработка. Средняя субсидия каждой семье в 8 миллионов рублей в год. И так далее, и тому подобное. А откуда деньги берутся? А зарабатывают иностранцы на них. Но они все дружат. Они не ссорятся между собой. Каждый доволен. Средняя статистика доходов домохозяйства Дубая. Вот эмиратцы. Вот внизу сальдо. Средний доход семьи эмиратов 14,7 миллиона рублей. Ну, я перевел в рубли. Не эмиратцы в таких же частных домах. 5,7 миллиона рублей уже. Ну, а те, кто живет в квартирах, снимают 3,7. Те, кто работает, живет в кампусах трудовых, видите, полмиллиона. Разница в 20 раз. В сравнении с истинным эмиратцем. Ну, и расходы у них различные. Естественно, до владения эмиратцем расходуют ежегодно 1,1 миллиона рублей. Ну, а остальные, естественно, и поменьше. Как они зарабатывают? Какие профессии? Естественно, профессии, кто имеет профессию, имеют и соответствующий заработок. Наиболее дорогими являются высокого уровня профессионалы и менеджеры, у которых средняя заработка 340 тысяч в месяц или полмиллиона рублей. Вот эту цифру получают, как правило, англоговорящие или британцы, или американцы, или австралийцы. Чаще американцы и англичане. Удивительно то, что профессионализм в экономике во многом определяется женщинами. Это в арабской стране. Это очень интересно. Если внимательно посмотреть высшие профессиональные уровни, то как раз большее количество женщин, чем мужчин. Вывод один. Ленивые мужчины стали. Они там разбаловали всеми тендентациями и так далее, зарплатами. Ну, и в полицию женщины, вот видите, она служит на таких вот скоростных машинах. Последняя амбиция Дубая. Заключительно несколько слайдов. В 90-х годах шейх попросил 5 миллионов дорола у своего отца, чтобы купить один самолет. В 16-м году Эмиратес стала лучшей компанией мира. И стала символом Дубая. В Эмиратах строится проект Мумира. Это с помощью конфигурации островов на побережье морском, собственно, в море, изображается земной шар, где предполагается разместить 200 тысяч человек на 5 тысяч гектар. И уже несколько островов куплено. Но кризис немножко приостановил этот проект. А вот тот самый отрывный город, о котором я говорил, вы видели в самом начале, помните, проекта жилого района, а рядом был многофункциональный. Так это вот есть кусочек вот этого центра. Проект планировки там был. Так вот, здесь уже идет европейская политика. Вот смотрите, вот это вот скоростное шоссе, но уже они не размещают свои небоскребы все вдоль этой трассы скоростной. Они ушли вглубь, размещают на пешеходных, на зеленых улицах, создают искусственный канал, и вдоль него создают искусственный климат. Там вдоль застройки формируется система кондиционирования, когда ты можешь в жаркий день, как-то, в жаркий, идти и не ощущать никакой жры. Ведь это проблема была. Почему они все ездили на машины с кондиционерами? Жра страшная. И эмираты говорят, ну как, мы хотим отказаться машин, а у нас жарко. Так мы давайте озонируем весь город. И они делают это сейчас. Идет огромный проект вот такой экологической обработки. Это развитие от сети в сторону Джемейра. Вот такой новой деловой многофункциональной части, где будет фактически искусственный климат на улице. Вот это продолжение Джемейра. Справа находился то, что я вам до этого показывал. Это левее к курортной зоне. Ну, основные объекты вы, наверное, знаете. Это самое высокое на сегодняшний день здание в мире. Бурж-Калиф, подводная гостиница. Ну и такой дизайнерский район Дубаи для художников. Конкурс проходил на знаковый объект в парке. Победил вот этот проект. Он сейчас реализован. И когда я там был, произошла песчаная буря. Жив я остался. Но вот деревья, видите, повалило. И уже эту арку он заканчивает. Все города сегодня формируют зеленые здания. Эколога-ориентированные. Зеленую градостроительную политику. Зеленую социальную, экономическую. Дубай не отстает. И он издал в ближайшие годы, позапрошлого года, 8 томов практического руководства по зеленому строительству. Разработки зеленой политики по застройке, по градостроительству в области экономики, социальных сфер и тому подобное. Включая нормативы по предельным уровням шумности, по развитию электрического транспорта и велосипедного транспорта. И многих всех составляющих, которые сейчас модны во всех мировых городах. Дубай не отстает. И проводит все конференции. И учит других, как надо делать зеленый город в пустыне. Не успокаивается на раскручении тематики международной. И побеждает, в 13-м году побеждает Екатеринбулки, Сан-Палу, Турецкий Измир. И завоевывает право в 20-м году провести экспо с девизом «Идентичность человека». То есть, помните, в прошлом году была в Астане экспо, связанная была там с экологическими вопросами. И здесь вот уже тема человека. И фактически мы получаем новый, у нас было три центра, мы получаем здесь четвертый центр. Уже четыре города в Дубае у нас формируется. Но это не все. Потому что к 20-му году появится самое высокое здание в мире, 928 метров, небоскреб. Вот он. Дубай и Грик Хаба. Это будет пятый центр. И вокруг этого центра еще один город формируется, город небоскребов. Он недалеко от сети и недалеко от исторического центра. Но опять, это свой, еще пятый город. Город для туристов, для бизнеса, для инвестиций. И на этом тоже они не останавливаются. Потому что в 17-м году, после саммита правительства, Арабские Эмираты объявили о разработке проекта Марс 2117, по которому человек мог бы отправиться к Красной планете и построить там мини-город на Марсе. Я так считаю, шестой центр Дубая. Уроки Дубая. Завершение. Модель поведения общества определяет город. А потом город определяет модель поведения человека. Мы смотрели это на примере Дубая. Когда вы туда приходите, вы начинаете меняться. Вы совершенно другой человек становитесь. Вы живете по его правилам. И удивляетесь, как можно выжить. Я это почувствовал физически. Приморский, динамично развивающийся город всегда линейный и однобокий. Центр и город живут каждой своей жизнью. Это город как экспо. Каждый кусок интересен сам по себе, но они не связаны между собой. Интересно между ними ходить, но жить невозможно. Город развивается, если главный заказчик не собирается из города уезжать и создает условия, когда весь мир работает на этот город. Доминировая автомобили в городе, подавляя человека в городе, а автобаны уничтожают центры. Дубай это город сложный, сложный и меняющийся как Лего. Ну, знаете, что Лего. Это удивительный кластерный город-призрак, на который интересно смотреть, но трудно в нем жить. Дубай планировочно не идеальный город, но позволяет лучше понять, что такое идеальный город. Если вы вспомните все предыдущие лекции, спроецироваться на это, вы согласитесь, наверное, со мной. И последний слайд из серии других выводов. Очень интересный постер, который говорит, неважно сколько у вас ресурсов, но если вы не умеете их правильно использовать, их никогда не будет достаточно. Но это уже не в адрес Дубая, это уже в другой адрес. Спасибо. Спасибо большое, Николай Николаевич. У нас сегодня был противоречивый Дубай, что очень выбивается и в предыдущих городах, которые так прям очень хорошо лежали на линии идеального города. Поскольку мы уже очень сильно запаздываем по времени, может быть, у нас сила пара вопросов, и тогда мы уже сходим. Спасибо за замечательную лекцию. У меня вопрос, а что в этих небоскребах? Потому что в Америке, в Европе, в Международном центре торговли, исторически сложилось, понятно. А в Дубае, казалось бы, там нефтки, да, от него сколько у них офисов нужно? Ну, я же показал, в чем конфетка Дубая, да, они создали целую систему особо экономических зон. Часть этих небоскребов, это и есть те самые офисы различных функций, не промышленных, офисных функций, финансовых функций. Очень много там жилья, гостиниц, которые находятся в аренде. То есть город строит, опять же, с помощью местных компаний, собственник начинает продавать в аренду. Вы можете купить там себе квартиру, и там покупают офисы, квартиру, весь мир. Потому что там низкие доходы, низкие налоги, и выгодно вести бизнес. Поэтому, когда вы приходите в Дубай, там полмира. Это не дубайцы, дубайцы в окон там 11-17%. И они живут тихо в стороне, в своих виллах, за заборами. А это шумит весь мир. В Дубае экономически, правда, не совсем основано. Ну, в пустыне строили город. Может, это больше политически, а если политически, то в чем здесь секреты? В городе построить, в пустыне построить город. Ну, в тот случай, когда родину не убирают. Понимаете, они исторически жили на этой земле. Вот этот клан шейхов, Мактумов, он происходит с 17-го века. Они здесь дожили. И именно здесь нефть обнаружили. У каждой, вот 7 у них этих, значит, Эмиратов, в каждом Эмирате есть своя нефть. Самое большое в Абу-Даби. В Дубае уже меньше становится этой нефти, но тем не менее они у себя добивают. И благодаря тому, что каждый из них условно самостоятельный, как государство, они не могут перейти к соседям. Потому что отец сказал, ты сын, вот тебе земля, ты ей управляй и покажи всем, что ты умеешь. И они конкурируют, как я говорил, друг с другом. Это все семья, шейхи, это все одна семья. Поэтому стыдно, грубо говоря, неудачником быть. Другое дело, что удачником становится конкурировать друг с другом. Я же говорил, что они заканчивают вузы, между ними идет конкурс всегда. В частности, шейх Мохаммед Аль-Макту – это ренессансная личность сама по себе. Очень интересная. Он прекрасно пишет литературу, стихи, он прекрасно рисует, музыку знает, знает языки. И, в общем-то, большим уважением пользуется. Я общался с разными людьми, и мне удивилось, что все очень-очень хорошо о нем отзываются. Естественно, там, как любой политик, много определенной игры. Но, тем не менее, планомерно проводятся в жизни те принципы, которые приняты в мире и которые считаются, скажем так, привлекательными. Поэтому конгрессы проводятся в Дубае, международные, потому что созданы для этого условия. Международные соревнования, вы знаете, по теннису дубайские известные проводят. Гонки в Формула-1 проводятся в Дубае. Скачки, лучшие лошади у шейха проводятся в Дубае и так далее. Каждый вид, который предполагает некую атрактивность, культивируется в этом городе. И тем самым он постоянно живет, не только когда зима, когда действительно европейцы легко приезжают, и все там чувствуют, что летом там под 50 градусов. Но поэтому и строится отрюмный город с искусственным климатом. Существует он, наверное, потому что создано по отношению к другим странам определенный льготный бизнес. И, естественно, вы видите, 5% уже нефти не позволяет все это реализовать. Грамотно запущен маховик спроса и предложения. Вот в этом искусстве их. Конечно. Спасибо вам, конечно, очень интересный лексик. Спасибо. Спасибо. Вы знаете, говорят, что у истории нету слагательного этапа, но при этом, вот, знаете, когда я в этом слушаю вашей лекции, да, я просто вспомнил разные, как сказать, дискуссии, аргументы по ходу того, вот, были ли трагерии.